Доброе утро! Я стою на зелёной траске, рядом с очень старой русской церковью, в центре шумного мегаполиса. Потому что наши герои написали нам письмо и попросили, чтобы мы сделали им в городской квартире что-то напоминающее им родную деревню. Поэтому Геннадий Петрович Малахов стоит рядом со мной. Кого же ещё я могу спросить о русской деревне, о природе, о здоровом образе жизни? Как не его? Вы знаете, Наташа, дело в том, что в основном мегаполис даёт такую повреждающую энергетику, что люди, переезжая в деревню, общаясь с природой, вода, воздух, движение исцеляются. Геннадий Петрович, я вас очень прошу, отправляйтесь к вы на задание. С удовольствием я поеду в деревню и непосредственно на месте узнаю все особенности для того, чтобы рассказать вам. И действительно, в городской квартире получилось изма. Смотри. Коренная москвичка Ольга Игнатова мечтает жить в деревне. Её мужу Юрию тоже тесно в городской квартире. Игнатовым нравится гулять по лесу, собирать грибы, возиться в огороде. В кухне не помещаются банки с домашними соленьями. И Ольга мечтает о собственном погребе. В молодые годы Игнатовы жили в деревне. И теперь их мочит ностальгия по тем временам. А где прошла ваша молодость? Вот где всё начиналось? Начиналось вот в наши... Это какие-то северные края? Северные края, да. Папа у нас летал. Мы же илюз. Это вот мы здесь поженились и сразу уехали. А вы не можете вот туда вернуть лет на 30 назад? Так мы попробуем. Мы вернём Юрия на 30 лет назад. Тогда Игнатовы жили в деревянном доме. Вот примерно в таком. Я приехал в музей крестьянского быта. Он недалеко от Москвы. Здесь можно увидеть, какие были дома в крестьянской деревне. Небольшие, потому что небольшой дом легче отапливать. Конечно, это были деревянные дома. Строили их без единого гвоздя. Вот. Лес брали зимний. И что самое интересное, это их можно было в любое время разобрать и перевести на другое место и вновь собрать. Очень удобно. Два ската крыши соединялись с центральным бревнём. На нём вырезали голову коня. И это место как раз и называется конёк, даже если конька на нём нет. На улицу выходило крыльцо. На нём летом сидели, разговаривали, смотрели, кто там идёт по улице. В дальнейшем стали облагораживать крыльцо особой резьбой, которую стали называть подзорами. Наши герои мечтают о таком доме. Но живут в городской квартире. Мы будем ремонтировать кухню. Хозяйка – это я здесь, естественно. Понятно. То есть, да, начинатель всех вот этих вот сбориш – это я. Так, под моим руководством. Я оттуда с кровати командует. Она окомандует. Здесь собираются все, и семья, и родственники, и друзья приходят, потому что у меня очень гостеприимные родители. Мама великолепно готовит. Я тоже, у меня казан есть, мой личный. Так. Вот. И тушёное мясо. Да, я тоже любитель. Рёбрышки. Это очень вкусно. Я понимаю, что для вашей семьи кухня действительно крайне важное место в доме. Вы знаете, хочется теплоты. Такой вот обволакивающей. Вот когда входишь, и ты чувствуешь, что ты вот вошла вот в тёплое помещение. Вот для меня это самое главное. А ну-ка, растворчику, растворчику, девушки, прошу. Итак, задача поставлена. Площадь кухни 13 квадратных метров. Есть эркер. Ольга и Юрий хотят, чтобы мы вернули их в молодые годы, которые прошли в деревенском доме. Мы начинаем идеальный ремонт. В городской кухне мы решили создать настоящую русскую избу. Она должна быть уютной и просторной, чтобы наша героиня могла разместить все свои соленья. Сейчас идёт подготовка к отделочным работам. Мы выносим вещи. Квартира находится на последнем этаже. Потолок часто протекает. Последний ремонт был десять лет назад. Наши герои мечтают о деревенском доме. Народный артист России Александр Михайлов в таком доме родился. Он хорошо знает и любит деревню. Ну, зачем это, Рай? Вон, носки. Рубахи стирать не умею. Ну, ты, да ты же научился. Матерюсь. А мне нравится, это пикантно. Я привыкла. Хочешь? Ёшкин кот! Я так не буду. Не, не надо. Ну, не могу я. Рай Захаровна, тяни ты всё. Сам я себя считаю деревенским. Никогда не буду городским. Сколько я бы с городом не был связан. Всегда останусь в деревне. И меня тянет деревня. И жалею я, что умирают сегодня деревни. Я родился в землянке. Всего 3 на 2,5 метра. Она такая вросшая в землю. Ну, так, домик такой небольшой. И две сотки всего земли. Что поразительно. Все дома, где я раньше после этого жил, все как-то так. То снесли, то сгорели, то ещё что-то так. А вот эта землянка сохранилась. Вот это для меня просто загадка до сегодняшнего дня. Мне 69 лет, а я до сих пор не могу понять, почему. Вот так случилось. Я каждый год приезжаю туда, открываю свое имение, вот эту землянку. Это самое дорогое место. Не потому что там детство, а потому что там корни. Там дух. Там моя пуповина зары. Тем временем вещи из кухни вынесли, и начался демонтаж. Мы снимаем старый линолеум. А ещё Юрий и Ольга вспоминают свою деревенскую печь. Как с ней было уютно. Раньше на Руси были землянки. Или хатки их называли. Так вот, эта хатка отапливалась просто-напросто очагом. Очаг – это костёр, который угорел внутри. Дым валил через законцы или шёл через дверной проём. А вот дальше, когда стали бревенчатые дома на Руси, они стали отапливаться печами, которые носили название «из ступка». Отсюда и произошло название «изба». От того, что там стоит печь. Так вот, печь, ещё не зря говорят, плясать от печки, она стала определять расположение, что должно находиться в избе. Всё находится строго по своим местам. Например, красный угол от печки по диагонали расположен на восточной стороне. Красный угол в избе – самое святое место. Здесь стоят иконы. Он освещается обязательно двумя окнами. Под иконами у нас расположен стол. Стол никуда не движется. Всё в избе можно двигать, кроме стола. За столом люди ели, также устраивали сватовство и принимали самых дорогих гостей. Их встречали коровая. И этот обычай у нас сохранился до сих пор. На окнах резные наличники и ставни. По ставням можно судить, дома хозяева или нет. Если ставни закрыты, то хозяева либо спят, либо их нет дома. Хозяев этой квартиры дома нет. Идёт идеальный ремонт. Мы снимаем обои. Пока продолжается демонтаж, обсудим проект. Мы отправляемся в архитектурное бюро Первого канала. Саш, ну рассказывайте, что вы хотите предложить нашим героям, вспоминающим свою молодость на севере и на природе с большой радостью? Вот именно это же я и хотел предложить. Мне кажется, не стоит разочаровать людей. Они жили всё время в натуральном дереве. И я хочу выполнить в своём проекте всё из дерева. Сделать деревянную столешницу, поставить печь на фоне изразцов. Это будет оригинальным, на мой взгляд. Геннадий Петрович, что вы думаете? А это ведь городская квартира. И это не первый этаж. Это прямо многоэтажный дом. Вы знаете, что мне нравится? В первую очередь, это вот эта вот часть, которая выступает. Эркер, да? Эркер, да. Она даёт больше света, и это как-то вот действительно в маленькую комнатку приносит, но какую-то особую радость, потому что свет, это всегда хорошо. Потом вот этот вот подоконничек, довольно-таки большой, солидный. Вот это вход, да? И тут сразу как-то мойка. Вот мойка и вход. Я бы её вот сюда вот единственное перенёс. А остальное мне нравится. И вот этот такой мощный этот стул. Он говорит, знаете, о том, что семья будет жить долго, не одно поколение будет за ним сидеть, обедать. Хорошая комната будет. Просторная и потолки высокие. Да. А стол всё-таки лучше к окну. Ну что же, проект кажется мне очень любопытным и даже таким провокационным. «Русская изба» в многоэтажном доме. Давайте попробуем. Мы продолжаем ремонт кухни. Демонтируем старую дверь. Хозяева давно об этом мечтали. Проблема у нас ещё с дверьми. Слушай, какие проблемы? Выкинуть её к чёртовой бабушке, да и всё. Вообще, конечно, желательно, чтобы её не было. Ну а зачем тебе? На кухне двери. Ну а кухня, да. А, вообще-то двери надо. Двери надо, а то я не могу поесть. Только ты-то собаке все мешают. Мы решили оставить дверь между коридором и кухней. Но, конечно, её нужно заменить. Приступаем к отделочным работам. Начинаем выравнивать стены. Для этого используем акриловую шпатлёвку. Она экологически безопасна и после высыхания не трескается. Кстати, в русской деревне, кроме правил устройства избы, существовали и правила, как располагать дома на улице. Люк, а Люк, сумки-то возьми. На-ка. Здравствуй, Люденька, здравствуй. Каждое слово имело смысл. Вот это такое улица. А это строили дома, как бы близко друг от друга, и где окна были друг к другу. И мы видели лицо друг друга. Лицо. Улица. А между этим вот пространством, между двумя этими лицами, окнами, есть, называлось, так называлось, улица. Вот она улицу называла улицей. Назвали улица. Улица. А на нашей улице продолжаются отделочные работы. Прежде чем наносить шпатлёвку, стены нужно обработать грунтовкой. Совсем скоро здесь будет деревенская избушка. Многие горожане мечтают жить на природе. Звёзды не исключение. Знаменитый ведущий Юрий Николаев только за городом счастлив по-настоящему. Потрясающий вид на новый юристалитский храм. Мы поднимемся, покажем. Здесь речка. Буквально 300 метров и страдь течёт. И главное, что это в лесу. Это не дачный коттедж для огромного количества народа и практически тот же город. Здесь как бы другой мир. Другое внутреннее ощущение. Здесь я такой, какой я есть. Ремонт продолжается. Наносим финишный слой шпатлёвки. Здесь будет много натурального дерева. Ведь хозяева так не любят бетонные стены. Вот это вот посадили меня в эту клетку. Вообще не это. Ты вспоминаешься Магадан? А почему бы и нет? И вид из окна на море. Там какой вид сопки. В бинокль так сопки разглядывали. Там этот самый... А сейчас в каменных джунглях живём. В каменных джунглях. С 17-го этажа. Смотрим на маленьких муравьёв, которые внизу бегают. Стены мы штукатурить не будем. Они ровные. Но углы лучше проклеить армирующей сеткой. Она делается из стеклянных нитей и пропитана специальным составом для прочности. Я мечтаю о картины во всю стену. Потому что сами мы ничего не сделаем там такого толкового. Чтобы нам хотя бы её как-то разрисовали или какое-то панно сделали. Слушай, мало бы чего тебе хотелось бы? Тебе сейчас художника ещё привезут, да? Ну, хочется, но почему бы нет? Ну, хочется. Перехочется. Наталья, я ещё хотел бы предложить целую стену. На ней изобразить пейзаж, перспективу русского поля. Чтобы расширить пространство. Вот люди сидят у себя на веранде, скажем так, деревянного домика. И вот мы имитируем некую ограду деревенской избы. Это будет, когда заходишь на кухню справа. Как раз вот с одной стороны печурка условная, а с другой стороны у нас есть свободная часть стены, на которой можно это нарисовать. Целиком полностью с вами согласен. Вот это как раз дорога даёт перспективу туда. Но, единственное но, я бы здесь добавил ещё храм. Когда из-за тёмной полоски леса видна верхушечка креста. Вечерний звон, вечерний звон. Вон, как много дум. Вот это вот. Наводит он. Прекрасно. Когда всё вместе и пейзаж, и ландшафт, и история, и культура страны, это очень хорошо. Пусть всё будет на одной картине. Далее в идеальном ремонте. Самое главное, нас может объединить только наша история. И не только история, а корневая история. Мы ремонтируем кухню Юрия и Ольги Игнатовых. Они живут в Москве, но очень скучают по деревенскому дому, где прошла их молодость. Архитектор предложил сделать из кухни русскую избушку. Мне кажется, всё-таки нам сделают в каких-то таких оранжево-красных тонах. Не кажется? Нет. Что-то мы придём в какую-то оранжевую полу. Нет, нет, нет. Это будет вообще ужас. Хотелось бы теплоты такой вот. Ну, не яркой, но такой вот теплоты. Так, в природных тонах, может быть, каких-нибудь, деревянное, что-то такое. Вот это вот у нас бы устроило. Создаём с помощью моделирующей штукатурки и лессирующего лака Тициана нужную нам фактуру. Затем красим стены. Место под будущую картину покрываем интерьерной, а все остальные стены – моющейся краской Тициана. Стены, покрашенные моющейся краской, выдержат даже влажную уборку. И цвет при этом не пострадает. Комната полностью покрашена в тёплые тона. Возле рабочей зоны мы создали имитацию старых досок из фактурной штукатурки. А теперь займёмся росписью стены. Начнем переносить контуры и рисунок на стенку. Для этого мы берём кисточку небольшую и не с сильной краской начинаем рисунок. Желательно располагать роспись так, чтобы уровень горизонта был на уровне человеческих глаз. Человеку это будет комфортно, если нет специальных задач. Художник использует акриловые краски. Они не токсичны, разбавляются водой и быстро сохнут. Кроме того, после высыхания акрил образует прочную плёнку, которая не боится воды и не выгорает. Такую стену можно мыть. Порядок работ здесь такой же, как и при создании обычной картины. Вначале создаётся так называемый подмалёвок. Наносятся крупные пятна, распределяются основные цвета. Затем художник прорабатывает детали. Краски мы взяли неяркие. Именно спокойные тона характерны для русского пейзажа. И сейчас мы ставим последнюю, конечную, самую красивую точку. Как это приятно делать. Блик. Сегодня есть такая странная, почти незаметная тенденция к возвращению к корням. Самое главное, нас может объединить только наша история. И не только история, а корневая история. Откуда идут наши соки. Вот если мы поймём, что в соках заложено всё, это как дерево. Мы же тоже как бы часть этой природы. Как дерево. Дерево, оно существует, оно дарит нам, весной дарит. Один цвет листьев, так сказать, осень, другой цвет. Мы радуемся, глаз радуется. А корни подруби, этого ничего не будет. Кроме асфальта ничего нет. Понимаете, чем асфальт всё увеличивает с каждым годом? По сантиметру, по три, по два. А чем больше асфальт, тем меньше вот этих живых ростков они пробивают. На сегодняшний день идёт тенденция в строительстве. Больше, больше, чтобы был асфальт, больше домов. А в целом-то, в целом-то ничего не надо человеку. Вот она земля, вот вокруг смотришь, вот это дышит этим воздухом. И больше надо садов, больше парков создать. Отделочные работы продолжаются. Окна в этой квартире новые, но подоконник мы поменяем. Кроме того, всё пространство под окнами в Эркере будет облицовано деревом. Здесь будет обеденная зона. Вообще, в русском интерьере должно быть много натурального дерева. Скоро здесь будет настоящая русская избушка. Возможно, она заменит нашим героям загородный дом. Каждый человек мечтает о таком домике в деревне. Свою первую и любимую дачу вспоминает жена народного артиста России Михаила Танича. Первая была такой, ну типа сыроюшки, домик летний. Зимой там жить было невозможно. Вот его я обожала, как может быть, ничто другое. Он был в глухом лесу, к нему никто не мог подойти. Я просто жила, как человек в лесу. Деревья настолько меня слушались, вот сказать, что животные нас понимают. Это да, но оказывается, всё живое, любая трава, любой цветок тоже нас слышит, да понимает. И вот я столько там любви выливала на них, что деревья начали расти. Они в этот домик затянули крысы, дорогу к нему. Всё было сплошная крыса из деревьев, из растущих. Сплошная крыса. Деревья выросли так, что закрыли горизонт, небо. Вот прям всё было закрыто. Природа ничего лучше не имеет. Ещё одна характерная черта – печь, украшенная израстцами. Сейчас мы как раз выкладываем плитку. Мы взяли израстцы 10 на 10 сантиметров. Белые и цветные. Укладываются они на клей. Швы затираются специальным составом. Так как у нас последний этаж, естественно, у нас были протечки, когда дожди шли особенно. Потолок пожелтевший. Не один раз. То есть приходили, косметически заделывали всё это, но всё равно это проявляется периодически. Были мысли даже поменять квартиру. Потому что это было не один раз. Потому что как-то не один раз. И, честно говоря, это уюта не создаёт. Вот хотелось бы, чтобы потолок у нас как бы не беспокоил нас. Поэтому интересно, как решится эта проблема. А вот сейчас обсудим серьёзный технологический вопрос. Всё-таки у нас есть определённый бюджет. И нам надо понимать, что мы не всё сможем сделать. Про крышу говорили. Нечем крыть. Драмку-ткустаридер. Ещё покупать. Да нет, они меры принимают. Я пригласила технолога Константина Жорина, который нам объяснит, с чем мы можем работать, что будет лучше для нас, в какой ситуации. Я предлагаю на потолок использовать настоящую, опять же, древесину. Ни в коем случае не использовать вагонку. Иначе мы добьёмся эффекта в бане. Вот это пахнет гораздо лучше, чем... Она пахнет деревом такая. Хотя кажется, на вид. На вид не самое красивое, но пахнет. Это есть сосна, обалденный материал. Сосна. И с него классно. Очень бюджетный вариант, на самом деле. И выглядит эффектно. И дешевле, чем вагонка. А это вот то, что может произойти с древесиной, если она влажная. А если мы выбираем вкусно пахнущую, простую сосновую доску, то как мы сможем её обработать, для того, чтобы с ней не случилось вот эти кожи... Есть очень много пропиток, антисептирующих добавок, противогрибковых. Мы обработаем древесину и подвесим её на потолок. Но после того, как его покроют, я думаю, запах исчезнет всё-таки сосновой. Вы знаете, смотря, чем покрывать. Можно покрывать маслами. Или же воском мы можем. Соответственно, да. Ещё есть ещё более бюджетный вариант взять необрезную доску. Потому что всё-таки дерево, гидроскопичный материал, он как набирает влагу, так и отдаёт. И если вот то, что вы держите в руках, делать стык-стык при монтаже, то при высыхании древесины... Будут расходиться. Да. Здесь мы перехлёстываем эти швы. Визуально это вообще не будет заметно. Ну, зимой тогда ещё надо, ну, как бы сказать, немножечко увлажнять эту комнату, для того, чтобы она особо не рассыхалась. То есть уход за деревом должен быть определённый. Обязательно. Вешается на стену гидрометр и смотрится влажность в помещении. Так, поверьте мне, пожалуйста, там на стену гидрометр. Как видите, мы даже заспорили по поводу того, какой делась потолок. Чтобы вам не пришлось спорить внутри своей семьи, зайдите на сайт www.airimon.tv, и там будет много полезной для вас информации. Делаем потолок из сосновых досок. Архитектор обработал их металлическими щётками, чтобы возник эффект состаренного дерева. Красотой деревянных домов нельзя не восхищаться. А родный артист России Александр Михайлов тоже считает, что в доме должно быть натуральное дерево. Выставни, наличники, это же фантастика. Вот смотришь на дома, ну такой и такие узоры, просто глаз оторвать невозможно. Откуда так фантазия работает? И таких домов много, и они есть, но они уходят. Вот уходят на эти небоскрёбы, уходят на эти нелепые совершенно здания, голые, облитые только стеклом, облепленные. Больше ничего. А вот в этой красоте есть тенденция к поселению, уход от города. Это и есть такое тенденция. Очень много сейчас родовых поместьй создаётся. Вместо карнизов мы используем так называемые полотенца. Они сделаны по проекту архитектора из сосновой доски. Узоры выполнялись лобзиком. Сажаем их на клей, дополнительно фиксируем пневмостеплером. Между стеной и деревянной резьбой остаётся зазор. Там мы разместим подсветку. Кроме того, у нас получился встроенный карниз для штор. Пора задуматься о мебели. Деревенский стиль может быть очень нарядным. И сегодня мы превратим обычные кухонные дверцы в настоящее произведение искусства. Я пригласила к нам в бюро Сергея Максютина, замечательного художника и моего друга, для того, чтобы мы с ним расписали деревянные дверцы, которые потом станут нашими кухонными дверцами в кухне наших героев. Вот. Обзаводимся помаленько с Надюшей мебелью. Собственного производства. Ой, мы мастерующие вы, Ксан Ксаны. Серёж, вот с чего мы начинаем? Берём сначала вот такую вот простую досочку с филёнками. Да, технически. Мы берём акриловые краски. Берём цвет, который вам более нравится. Мне, например, вот понравился вот этот серый цвет. Я его намешал. Потом берём кисточку. И потихонечку всё равномерно. Акриловые краски достаточно легко и свободно ложатся на любую поверхность практически. Мы вот так вот грунтуем доску. Но чтобы сейчас вас этим не утомлять, мы покажем вам то, что мы уже загрунтовали. По этой уже подготовленной дверце кухонного шкафа мы начинаем роспись. И делаем красную рамочку. Точно. Цвета брусники свежей. Абсолютно. И потом мы хотим показать, как можно сделать рисунок. Берётся орнамент, который вы выбрали, и карандашом легко наносите. И потом вырезаете трафарет цветов, которые тоже будут брусничными красного цвета. А потом берём кисточку, а рука идёт от края к центру, чтобы краска не забивалась под бумагу. И вот таким образом у нас образуются красные цветочки. Брусничные. Брусничные. А потом, когда они у нас готовы, мы можем ещё третьим цветом краски нарисовать что-то ещё. Сейчас мы вам с Серёжей покажем. Эту уберём. Теперь покажем вам готовую дверцу. Вот это вот вариант готовой дверцы. Ну, посмотрите, какая красота. И вам приятно, и всем близким будет радостно. Далее в идеальном ремонте. И вот у нас есть всё-таки эта печка, буржуйка. Как это всё-таки можно поставить в квартире? Мы делаем ремонт для Юрия и Ольги Игнатовых. Много лет они прожили в деревне, и городская квартира кажется им неуютной. Архитектор предложил сделать из кухни настоящую русскую избушку. Интересно, стол нам сделают, нет? Стол должен быть большой. Ты думаешь? Да, обязательно. Потому что мы говорили об этом, что у нас не меньше 10 человек собирается. Поэтому у нас должен быть стол большой. Во всяком случае, мы так говорили, давали понять. Большой обеденный стол будет. Мы его поставим в эркере. Старый подоконник мы поменяли на новый, гораздо больший. И сейчас обшиваем стену под окнами. Так мы спрячем батареи. Устанавливаем доски с окошками. Отверстия нужны для того, чтобы свободно циркулировало тепло от батарей. Дай бог, что вот хотя бы какое-то напоминание о том, что все-таки вот из этой такой городской квартиры, типичной как бы для всех районов и для всех проектов, что-то такое привнести еще подобие деревенской жизни. Вот эти наличники какие-то, там особая плитка с изразцами, так сказать, особая может быть, какой-то, так сказать, вот доска, доска, дерево, настоящее дерево, может быть, фальш-дерево может быть. Но все равно будет напоминать, например, глаз радовать. Поэтому я за это, за это. Александрийские двери выполнены из массива натурального дерева. Богатая фактура натурального ясеня станет настоящим украшением вашего дома. Александрийские двери – свидетели ваших побед. По задумке архитектора воссоздаем деревенский погребок. В этом деревянном коробе будет стоять холодильник. Кухня сделана из сосны. Все детали мы заказывали по мерке. Архитектор сам обработал доски щеткой, чтобы добиться эффекта состаренного дерева. Над фартуком несколько деревянных полок. Здесь должны поместиться все соленья Ольги. У стены, на которой нарисован пейзаж, с помощью клея и пневмостеплера мы устанавливаем заборчик. У нас получился настоящий палисадник. В молодости Ольга Игнатова вставала в пять утра, чтобы растопить печь. Они жили в деревенском доме, и об удобствах можно было только мечтать. Но у нашей избушки современная начинка. Мы устанавливаем новую плиту и духовой шкаф. Раковина тоже современная. А вот лавки в деревенском стиле. За большим столом может поместиться много гостей. А еще мы поменяли всю электрическую проводку. Хозяева нас об этом просили особенно. Проводку мы не делали, да. Это проблема тоже с проводкой. Ну, желательно сделать такую, чтобы на кухне влажность. Ее же как-то прятать в стены надо. Не знаю, но профессионалы, наверное, сделают нам. А у нас электричество до 12. А после 12 электричество добрым людям ни в чем. Осталось установить вытяжку. Обратите внимание, что она тоже оформлена деревянными полотенцами. Кран в ретро-стиле. А еще мы собираемся подарить хозяевам печь. О ней поговорим подробнее. По плану у нас все прекрасно. Окно с эркером, стол большой, расписная стена. И вот у нас есть все-таки эта печка, буржуйка. Как это все-таки можно поставить в квартире? Мне кажется, нет проблем абсолютно никаких. Единственное, что это будет не газовая, а электрическая печь. Но мы можем также ставить туда гриль, например. Гриль для колбасок или тостер для хлеба. Это будет реальная часть. Эта буржуйка будет у нас реально работать. Функциональная часть. Очень оригинальная. И вообще с печкой связаны, знаете, вот теплота и все такое. Можно? Добрый вечер. Заменить там лампочку. Темно. Обязательно. И тут графина с водой нет. Обязательно. Печку ломать. Почему ломать? Белить. Белить. Вы просили ткани показать. Я принесла. Смотрите, какие прекрасные на Руси, в России делали платки набивные. Вот просто с этими замечательными огурцами, как говорят по-русски. Мы из Индии пришли. Можем ли мы, например, взять такой современный платок Павлово-Пасадский и сделать, например, прекрасный какой-то светильник на потолке. А вот, хотела вам похвастать и показать. Смотрите, какие прекрасные. Это домотканный лен, который дома ткали. С вологодским кружевом, с чудесной вышивкой. А это все можно использовать для шторм, мне кажется. Саша, я хочу, чтобы у нас на окнах шторы были такие. И вы знаете, мне нравится, что все это белое, потому что белое, оно расширяет комнатку, делает ее как бы побольше и уютнее. Правильно. И в конце это будет светить солнце, они будут видеть солнечный свет. Пусть так и будет. Мы заканчиваем отделочные работы. С помощью цветного контура наносим узор на плитку. Светильники над рабочей поверхностью очень удобны и легко устанавливаются на специальные крепления. По деревянными карнизами проводим светодиодную подсветку. Ее установка – дело нескольких минут. Такая лента почти не нагревается, так что ее можно смело устанавливать возле деревянных деталей. Одной из разрисованных деталей закрываем посудомоечную машину. Осталось смонтировать печку-гриль. Народный артист России Александр Михайлов тоже любит заниматься ремонтом. И гордится не только выдающимися ролями, но и баней, сделанной собственными руками. Я неплохой актер, себя хвалить не буду. Но 70 картин, 50 ролей в театре. В общем, положил. Сейчас преподаю в Афгике, у меня замечательные ребята. И неплохой актер. Но я лучше, по-моему, все-таки строитель. Строитель, потому что я чувствую дерево, чувствую камень. И это отдалось мне от отца. По своему проекту мы здесь сделали баню с купелью, со всеми делами. И по своему проекту я сделал гараж, где можно наверху жить, очень уютно и красиво. А внизу машина. Мечтаю построить дом, но будут деньги, будут строить. Ремонт выходит на финишную прямую. Печка-пароварка очень хорошо вписалась в интерьер нашей избы. Пришло время уборки. А чистоту нам обеспечит компактный 3D-пылесос нового поколения Thomas XT системы AquaBox. И чисто, и пылесосом не пахнет. А сам пылесос очищается за секунды. Проводку в деревянных домах можно прятать. Для этого делаются каналы, которые потом закрываются. Но посмотрите, как красиво смотрится наружная проводка в ретро-стиле. Она абсолютно безопасная. К ней мы подобрали современные лампы. А еще у нас будет особенный светильник. Мы сделаем его из платков. Вы не представляете себе, какая это моя давняя мечта сделать светильник из Павлова-Пасадского платка. Мне очень нравится эта идея. И нравится она мне потому, что вообще светильники из ткани, которые крепятся к потолку, это достаточно модный тренд. Его делают мировые дизайнеры в разных странах мира. И вот к нам пришла Настя Захарова, сейчас объяснит, как это надо делать самим, потому что я только представляю, как, но не умею. Для начала нам надо выбрать непосредственно сам объект, сам платок, подходящий для нашего интерьера. Дальше мы смотрим, подходит ли нам кантик, сделана ли отстрочка, существует ли кармашек для проволоки. Если нет, мы берем любую тесьму и аккуратненько с помощью машинки пристрачиваем с двух сторон, создавая этот кармашек. Дальше нам нужна проволока, которую мы выпрямляем, чтобы она была ровная. Проволока достаточно жесткая должна быть, чтобы не сгибалась с подвесом ткани. Вставляем в кармашек и загибаем края, делая петельки. Дальше уже крепим к потолку непосредственно к тем крючкам, которые у нас будут. Итак, мы загибаем кончики проволоки, чтобы образовались крючки, переворачиваем, чтобы он самой красивой яркой стороной был вниз. И вот так вот это подвешивается к потолку, а под этим всем горят лампочки, которые сквозь красивый Павлово-Пасадский платок дают нам рассеянный, но очень уютный и радостный свет. Догнала. Поймала его. Стоит, губы трясется. Сказала и закивал. Закивал головой-то. Закивал. И молчит. Пусть не завтра ждет. Не пойду. Теперь осталось повесить наш абажур. Сделать это несложно. Мы отмеряем расстояние между углами. Берем такие аккуратные, красивые саморезы, вкручиваем их в потолок, по углам и закрепляем наши абажур. Далее в идеальном ремонте. Павловский свет. Прям как светлица какая-то. Это фантастика. Да ладно, ничего. Мы делаем ремонт для Юрия и Ольги Игнатовых. Архитектор предложил очень необычный проект. Сделать на кухне настоящую русскую избу с печкой и уютным двориком. Нашим героям осталось потерпеть несколько дней. Совсем скоро они увидят новую кухню. Ходим каждый вечер вокруг нашего дома. К сожалению, у нас последний этаж, мы заглянуть в окна не можем. Двери закрыты, нас не пускают. Нас не пускают. А свежки говорят, нет, нет, нет. Мы здесь контролируем все. А в тех домах у нас знакомых нет, чтобы с окна посмотреть. Чтобы с окна посмотреть, у нас нет, к сожалению. Тем временем начинается декорирование. На окна мы вешаем занавески из бело-синего хлопка. Архитектор подобрал множество уютных мелочей и народной кухонной утвари. Это чугунки, керамические горшки и даже старая мясорубка. Все это создает особое настроение. Кстати, для деревенского дома эта кухня очень даже немаленькая. Больших домов в России не стулья, потому что их трудно протестировать. Даже у бояр Романовых, кстати, у них музей в Москве. Сходите, посмотрите, очень интересно. Так вот, у них 3-4 комнаты. Богатые люди зато строили рядом несколько домов, которые соединяли между собой проходами. Их называли, знаете как, хоромами. Наши хоромы почти готовы. Абажур напольного торшера сделан из расшитого рушника. Его основание обработанное лаком пенек. Мы сделали также специальное место для любимой собаки Игнатовых. Оно сколочено из сосновых досок и застелено мягким покрывалом. Холодильник в деревянной нише мы закрываем шторой. Она сделана из льна. Также оформляем пространство под мойкой. Идеальный ремонт завершен. Сашенька, я просто, я так сильно удивлена. Я даже сказала, просто потрясена. Мне в этом интерьере не хватает только звука колокольчика, петушиного крика. Мне кажется, что я действительно в избе вообще в деревне. По-моему, нам удалось создать эффект деревенской избы. Более чем удалось. Знаешь, я единственное не понимаю, а холодильник где? Все вижу, не вижу холодильника. Мы сделали искусственный погреб и спрятали холодильник за вот этой красивой задраковой. Ничего себе, теперь я вижу. Значит, это погреб. А вот это вот что такое? Это палисадник, с которого открывается прекрасный вид на российские просторы. Ставни на окнах, шикарные полотенца. Вот это называется полотенце, да, когда такое вырезанное из дерева в русских деревнях, это называется полотенце. Как ты хорошо придумал. Вот у нас вид на весь город, но его можно в любую минуту закрыть шторками с таким стилизованным узором. Или закрыть ставними. Закрыть ставними, и тогда вообще есть ощущение, что ты в деревне, все тихо. Вот у тебя действительно такой... Сзади поют петухи. Сзади поют петухи, не знаю, гуляют коровы, их тут нет, но все равно очень красиво. Также для создания уюта мы добыли печку-буржуйку, которая... Хорошо стоит печка-буржуйка, да? Да, возле изразцового панно, которое рисовали наши художники. Как здорово! Сашенька, спасибо тебе большое. Ты замечательно все угадал, и, по-моему, все чудесно получилось. А теперь нужно показать это нашим героям. Ну что же, наша избушка готова и ждет своих хозяев. Заходите! Батюшки, свет! Слушайте! Ну что же... Прям как светлица какая-то, это фантастика! Да ладно, ты все! Ой, что жар, взроселый! Юрий Борисович, что-нибудь можете сказать? Это... Я ничего не могу сказать, я ничего не могу сказать. Я не вел. Просто не вел. Мы как раз, кстати, на канале смотрели свои старые съемки, когда мы еще жили на севере. Вот так. У нас же деревянный дом, у нас был деревянный дом, частный дом. И такая обстановка, конечно, это просто, это идеально. Это совершенство, наверное, мне кажется. Мам, а это для тебя, это специально для тебя, твоя мечта. Это посудомоечная машина. Это просто совершенство. Мойка шикарная. Боже мой, какое счастье! Большая мойка. Ну, а теперь, Ольга Сергеевна, угадайте, где у вас холодильник? По шуму, надо по шуму. А, это как бы ваш погреб. Настолько гармонирует все. И кухня большая. И кухня, самое главное. И главное, и все уместится. Здесь столько всего прекрасного. И чувствуется, что люди работали с душой. Ой, ты такой добротный, а ты такой вообще хороший. Наташа, очень благодарен. Юрий Борисович, ну что, это группа целая работала, наша команда. Ну, группа в вашем лице, всю группу. Вот видите, мое семейство. Оно благодарно. Спасибо большое. Спасибо. Фирма «Томас» дает вам компактный 3D-пылесос нового поколения «Томас Экстэ» с системой «Арпобокс». Новый «Томас Экстэ» легко использовать и легко мыть. Спасибо большое. Спасибо. Этот проект посвящается всем, кто устал от города, от шума и суеты мегаполиса. Всем, кто хочет жить в тишине и покое деревни. Как видите, это осуществимо. Потому что счастье вашего дома – в ваших руках. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! ...делает ее как бы побольше и уютнее. Правильно. И сквозь это будет светить солнце, они будут видеть солнечный свет. Пусть так и будет. Мы заканчиваем отделочные работы. С помощью цветного контура наносим узор на плитку. Светильники над рабочей поверхностью очень удобны и легко устанавливаются на специальные крепления. По деревянными карнизами проводим светодиодную подсветку. Ее установка – дело нескольких минут. Такая лента почти не нагревается, так что ее можно смело устанавливать возле деревянных деталей. Одной из разрисованных деталей закрываем посудомоечную машину. Осталось смонтировать печку-гриль. Народный артист России Александр Михайлов тоже любит заниматься ремонтом. И гордится не только выдающимися ролями, но и баней, сделанной собственными руками. Я неплохой актер, себя хвалить не буду, но 70 картин, 50 ролей в театре. В общем, положил. Сейчас преподаю в Афгике, у меня замечательные ребята. И неплохой актер. Но я лучше, по-моему, все-таки строитель. Строитель, потому что я чувствую дерево, чувствую камень. И это отдалось мне от отца. По своему проекту мы здесь сделали баню с купелью, со всеми делами. И по своему проекту я сделал гараж, где можно наверху жить, и очень уютно и красиво. А внизу машина. Мечтаю построить дом, но будут деньги, будут строить. Ремонт выходит на финишную прямую. Печка-пароварка очень хорошо вписалась в интерьер нашей избы. Пришло время уборки. А чистоту нам обеспечит компактный 3D-пылесос нового поколения Thomas XT системы Aquabox. И чисто, и пылесосом не пахнет. А сам пылесос очищается за секунды. Проводку в деревянных домах можно прятать. Для этого делаются каналы, которые потом закрываются. Но посмотрите, как красиво смотрится наружная проводка в ретро-стиле. Она абсолютно безопасная. К ней мы подобрали современные лампы. А еще у нас будет особенный светильник. Мы сделаем его из платков. Вы не представляете себе, какая это моя давняя мечта сделать светильник из павлово-пасадского платка. Мне очень нравится эта идея. И нравится она мне потому, что вообще светильники из ткани, которые крепятся к потолку, это достаточно модный тренд. Его делают мировые дизайнеры в разных странах мира. И вот к нам пришла Настя Захарова и сейчас объяснит, как это надо делать самим, потому что я только представляю, как, но не умею. Для начала нам надо выбрать непосредственно сам объект, сам платок, подходящий для нашего интерьера. Дальше мы смотрим, подходит ли нам кантик, сделана ли отстрочка, существует ли кармашек для проволоки. Если нет, мы берем любую тесьму и аккуратненько с помощью машинки пристрачиваем с двух сторон, создавая этот кармашек. Дальше нам нужна проволока, которую мы выпрямляем, чтобы она была ровная. Проволока достаточно жесткая должна быть, чтобы не сгибалась в подвесном ткани. Вставляем в кармашек и загибаем края, делая петельки. Дальше уже крепим к потолку непосредственно к тем крючкам, которые у нас будут. Итак, мы загибаем кончики проволоки, чтобы образовались крючки. Переворачиваем, чтобы он самой красивой, яркой стороной был вниз. И вот так вот это подвешивается к потолку, а под этим всем горят лампочки, которые сквозь красивый Павлово-Пасадский платок дают нам рассеянный, но очень уютный и радостный свет. Ой, догнала. Поймала его. Стоит, губы трясется. Сказала и закивал. Закивал головой-то, закивал. И молчит. Пусть не завтра ждет. Не пойду. Теперь осталось повесить наш абажур. Сделать это несложно. Мы отмеряем расстояние между углами. Берем такие аккуратные, красивые саморезы, вкручиваем их в потолок, по углам, и закрепляем наш абажур. Девушки отдыхают. Делать на кухне настоящую русскую избу с печкой и уютным двориком. Нашим героям осталось потерпеть несколько дней. Совсем скоро они увидят новую кухню. Ходим каждый вечер вокруг нашего дома. К сожалению, у нас последний этаж, мы заглянуть в окна не можем. Двери закрыты, нас не пускают. Нас не пускают. А сверху говорят, нет, нет, нет. Мы здесь контролируем все. А в тех домах у нас знакомых нет, чтобы с окна посмотреть в вино. Чтобы с окна посмотреть, у нас нет, к сожалению. Тем временем начинается декорирование. На окна мы вешаем занавески из бело-синего хлопка. Архитектор подобрал множество уютных мелочей и народной кухонной утвари. Это чугунки, керамические горшки и даже старая мясорубка. Все это создает особое настроение. Кстати, для деревенского дома эта кухня очень даже немаленькая. Больших домов в России не строили, потому что их трудно протопить. Даже у бояр Романовых, кстати, у них музей в Москве. Сходите, посмотрите, очень интересно. Так вот, у них 3-4 комнаты. Богатые люди зато строили рядом несколько домов, которые соединяли между собой проходами. Их называли, знаете как, хоромами. Наши хоромы почти готовы. Абажур напольного торшера сделан из расшитого рушника. Его основание обработанной лаком пенек. Мы сделали также специальное место для любимой собаки Игнатовых. Оно сколочено из сосновых досок и застелено мягким покрывалом. Холодильник в деревянной нише мы закрываем шторой. Она сделана из льна. Также оформляем пространство под мойкой. Идеальный ремонт завершен. Сашенька, я просто, я так сильно удивлена. Я даже сказала, просто потрясена. Мне в этом интерьере не хватает только звука колокольчика, петушиного крика. Мне кажется, что я действительно в избе, вообще в деревне. По-моему, нам удалось создать эффект деревенской избы. Более чем удалось. Знаешь, я единственное не понимаю, а холодильник где? Все вижу, не вижу холодильника. Мы сделали искусственный погреб и спрятали холодильник за вот этой красивой задрапировкой. Ничего себе, теперь я вижу. Значит, это погреб. А вот это вот что такое? Это палисадник, с которого открывается прекрасный вид на российские просторы. Ставни на окнах, шикарные полотенца. Вот это называется полотенце, да, когда такое вырезанное? Доброе утро. Я стою на зеленой травке, рядом с очень старой русской церковью, в центре шумного мегаполиса. Потому что наши герои написали нам письмо и попросили, чтобы мы сделали им в городской квартире что-то напоминающее им родную деревню. Поэтому и Геннадий Петрович Малахов стоит рядом со мной. Кого же еще я могу спросить о русской деревне, о природе, о здоровом образе жизни? Как не его? Вы знаете, Наташа, дело в том, что вот в основном мегаполис дает такую повреждающую энергетику, что люди, переезжая в деревню, общаясь с природой, вода, воздух, движение исцеляются. Геннадий Петрович, я вас очень прошу, отправляйтесь-ка вы на задание. С удовольствием я поеду в деревню и непосредственно на месте узнаю все особенности для того, чтобы рассказать вам. И действительно, в городской квартире получилось изма. Смотрите. Коренная москвичка Ольга Игнатова мечтает жить в деревне. Ее мужу Юрию тоже тесно в городской квартире. Игнатовым нравится гулять по лесу, собирать грибы, возиться в огороде. В кухне не помещаются банки с домашними соленьями. И Ольга мечтает о собственном погребе. В молодые годы Игнатовы жили в деревне. И теперь их мочит ностальгия по тем временам. А где прошла ваша молодость? Вот где все начиналось? Начиналось вот... Это какие-то северные края? Северные края, да. Папа у нас летал. Мы же илюсь. Это вот мы здесь поженились и сразу уехали. А вы не можете вот туда вернуть лет на 30 назад? Так мы попробуем. Мы вернем Юрия на 30 лет назад. Тогда Игнатовы жили в деревянном доме. Вот примерно в таком. Я приехал в музей крестьянского быта. Он недалеко от Москвы. Здесь можно увидеть, какие были дома в крестьянской деревне. Небольшие, потому что небольшой дом легче отапливать. Конечно, это были деревянные дома. Строили их без единого гвоздя. Лес брали зимний. И что самое интересное, это их можно было в любое время разобрать и перевести на другое место и вновь собрать. Очень удобно. Два ската крыши соединялись с центральным бревнем. На нем вырезали голову коня. И это место как раз и называется конек. Даже если конька на нем нету. На улицу выходило крыльцо. На нем летом сидели, разговаривали, смотрели, кто там идет по улице. В дальнейшем стали облагораживать крыльцо особой резьбой, которую стали называть подзорами. Наши герои мечтают о таком доме. Но живут в городской квартире. Мы будем ремонтировать кухню. Хозяйка – это я здесь, естественно. Понятно. То есть, да, зачинатель всех вот этих вот сбориш – это я. Так, под моим руководством. Я оттуда с кровати командует. Она окомандует. Здесь собираются все, и семья, и родственники, и друзья приходят, потому что у меня очень гостеприимные родители. Мама великолепно готовит. Я тоже, у меня казан есть мой личный. Так. Вот. И тушеное мясо. Я тоже любитель. Лебрычки. Это очень вкусно. Я понимаю, что для вашей семьи кухня действительно крайне важное место в доме. Вы знаете, хочется теплоты. Такой вот обволакивающий. Вот когда входишь, и ты чувствуешь, что ты вот вошла вот в теплое помещение. Вот для меня это самое главное. А ну-ка, растворчику, растворчику, девушки, прошу. Итак, задача поставлена. Площадь кухни 13 квадратных метров. Есть эркер. Ольга и Юрий хотят, чтобы мы вернули их в молодые годы, которые прошли в деревенском доме. Мы начинаем идеальный ремонт. В городской кухне мы решили создать настоящую русскую избу. Она должна быть уютной и просторной, чтобы наша героиня могла разместить все свои соленья. Сейчас идет подготовка к отделочным работам. Мы выносим вещи. Квартира находится на последнем этаже. Потолок часто протекает. Последний ремонт был 10 лет назад. Наши герои мечтают о деревенском доме. Народный артист России Александр Михайлов в таком доме родился. Он хорошо знает и любит деревню. Ну зачем это, Рай? Вон носки, рубахи стирать не умею. Ну ты, да ты же научился. Матерюсь. А мне нравится, это пикантно. Я привыкла. Хочешь? Ёшкин кот, я тут буду. Не, не надо. Ну не могу я. Рай Захарна, тянет и все. Сами себя считаю деревенским, никогда не буду городским. Сколько я бы с городом не был связан, всегда останусь в деревне и меня тянет деревня. И жалею я, что умирают сегодня деревни. Я родился в землянке, всего 3 на 2,5 метра, она такая вросшая в землю. Ну так, домик такой небольшой и две сотки всего земли. Что поразительно, все дома, где я раньше и после этого жил, все как-то так, то снесли, то сгорели, то еще что-то так. А вот эта землянка сохранилась. Вот это для меня просто загадка до сегодняшнего дня. Мне 69 лет, я до сих пор не могу понять, почему. Вот так случилось. Я каждый год приезжаю туда, открываю свое имение, вот эту землянку. Если все-таки это самое дорогое место, не потому, что там детство, а потому, что там корни, там дух, там моя пуповина зары. Тем временем вещи из кухни вынесли и начался демонтаж. Мы снимаем старый линолеум. А еще Юрий и Ольга вспоминают свою деревенскую печь. Как с ней было уютно. Раньше на Руси были землянки или хатки их называли. Так вот, эта хатка отапливалась просто-напросто очагом. Очаг – это костер, который вгорел внутри. Дым валил через оконцы или шел через дверной проем. А вот дальше, когда стали бревенчатые дома на Руси, они стали отапливаться печами, которые носили название «из ступка». Отсюда и произошло название «изба». От того, что там стоит печь. Так вот, печь, еще не зря говорят, плясать от печки, она стала определять расположение, что должно находиться в избе. Все находится строго по своим местам. Например, красный угол от печки по диагонали расположен на восточной стороне. Красный угол в избе – самое святое место. Здесь стоят иконы. Он освещается обязательно двумя окнами. Под иконами у нас расположен стол. Стол никуда не движется. Все в избе можно двигать, кроме стола. За столом люди ели, также устраивали сватовство и принимали самых дорогих гостей. Их встречали каравая. И этот обычай у нас сохранился до сих пор. На окнах резные наличники и ставни. По ставням можно судить, дома хозяева или нет. Если ставни закрыты, то хозяева либо спят, либо их нет дома. Хозяев этой квартиры дома нет. Идет идеальный ремонт. Мы снимаем обои. Пока продолжается демонтаж, обсудим проект. Мы отправляемся в архитектурное бюро Первого канала. Саш, ну рассказывайте, что вы хотите предложить нашим героям, вспоминающим свою молодость на севере и на природе с большой радостью? Вот именно это же я и хотел предложить. Мне кажется, не стоит разочаровать людей. Они жили все время в натуральном дереве. И я хочу выполнить в своем проекте все из дерева. Сделать деревянную столешницу, поставить печь на фоне изразцов. Это будет оригинальным, на мой взгляд. Геннадий Петрович, что вы думаете? А это ведь городская квартира. И это не первый этаж. Это прямо многоэтажный дом. Вы знаете, что мне нравится в первую очередь? Это вот эта вот часть, которая выступает. Эркер, да? Эркер, да? Она дает больше света. И это как-то вот действительно маленькую комнатку приносит, но какую-то особую радость, потому что свет – это всегда хорошо. Потом вот этот вот подоконничек довольно-таки большой, солидный. Вот это вход, да? И тут сразу как-то мойка. Вот мойка и вход. Я бы ее вот сюда вот единственное перенес. А остальное мне нравится. И вот это такой мощный этот стул. Он говорит, знаете, о том, что семья будет жить долго, не одно поколение будет за ним сидеть, обедать. Хорошая комната будет. Просторная и потолки высокие. Да. А стол все-таки лучше к окну. Ну что же, проект кажется мне очень любопытным. И даже таким провокационным. Русская изба в многоэтажном доме. Давайте попробуем. Мы продолжаем ремонт кухни. Демонтируем старую дверь. Хозяева давно об этом мечтали. Проблема у нас еще с дверьми. Слушай, какие проблемы? Выкинуть ее к чертовой бабушке, да и все. Вообще, конечно, желательно, чтобы ее не было. Ну а кухня, да. А, вообще-то двери надо. Двери надо, а то я не могу поесть. Только ты-то собаке все мешают. Мы решили оставить дверь между коридором и кухней. Но, конечно, ее нужно заменить. Приступаем к отделочным работам. Начинаем выравнивать стены. Для этого используем акриловую шпатлевку. Она экологически безопасна и после высыхания не трескается. Кстати, в русской деревне, кроме правил устройства избы, существовали и правила, как располагать дома на улице. Люк! А, Люк! Сумки-то возьми. На-ка. Здравствуй, Людонька, здравствуй. Каждое слово имело смысл. Вот это такое улица. А это строили дома, как бы близко друг от друга, и где окна были друг к другу. И мы видели лицо друг друга. Лицо. У лица. Лицо. А между этим вот пространством, между двумя этими лицами, окнами, есть, называлось, так называлось, улица. Вот она улица называла улицей. Назвали улица. Улица. А на нашей улице продолжаются отделочные работы. Прежде чем наносить шпатлевку, стены нужно обработать грунтовкой. Совсем скоро здесь будет деревенская избушка. Многие горожане мечтают жить на природе. Звезды не исключение. Знаменитый ведущий Юрий Николаев только за городом счастлив по-настоящему. У нас потрясающий вид на Новый Юристалинский храм. Мы поднимемся вам и покажем. Здесь речка. Буквально 300 метров и страдь течет. И главное, что это... Это в лесу. Это не дачный коттедж. Где огромное количество народу. Практически тот же город. Здесь как бы другой мир. Другое внутреннее ощущение. Здесь я такой, какой я и есть. Ремонт продолжается. Наносим финишный слой шпатлевки. Здесь будет много натурального дерева. Ведь хозяева так не любят бетонные стены. Вот это вот посадили меня в эту клетку. Вообще не это. Ты стремишься в Магадан. А почему бы и нет? И вид из окна на море. Там какой вид сопки. В бинокль так сопки разглядывали. Там этот самый... А сейчас в каменных джунглях живем. В каменных джунглях. С 17 этажа. Смотрим на маленьких муравьев, которые внизу бегают. Стены мы штукатурить не будем. Они ровные. Но углы лучше проклеить армирующей сеткой. Она делается из стеклянных нитей и пропитана специальным составом для прочности. Я мечтаю о картины во всю стену. Потому что сами мы ничего не сделаем. Там такого толкового. Чтобы нам хотя бы ее как-то разрисовали. Или какое-то панно сделали. Слушай, мало бы что тебе хотелось бы. Тебе сейчас художника еще привезут. Ну хочется, но почему бы нет? Ну хочется. Перехочется. Наталья, я еще хотел бы предложить целую стену. На ней изобразить пейзаж, перспективу русского поля. Чтобы расширить пространство. Вот люди сидят у себя на веранде, скажем так, деревянного домика. И вот мы имитируем некую ограду деревенской избы. Это будет, когда заходишь на кухню справа. Как раз вот с одной стороны печурка условная. А с другой стороны у нас есть свободная часть стены, на которой можно это нарисовать. Целиком полностью с вами согласен. Вот это как раз дорога дает перспективу туда. Но, единственное но, я бы здесь добавил еще храм. Когда из-за темной полоски леса, видна верхушечка креста. Вечерний звон, вечерний звон. Вонюшись, как много дум. Вот это вот. Наводит он. Прекрасно. Как много дум. Номодит он. Когда все вместе. Тем более это русское. И пейзаж, и ландшафт, и история, и культура страны. Это очень хорошо. Пусть все будет на одной картине. Далее в идеальном ремонте. Самое главное, нас может объединить только наша история. И не только история, а корневая история. Мы ремонтируем кухню Юрия и Ольги Игнатовых. Они живут в Москве, но очень скучают по деревенскому дому, где прошла их молодость. Архитектор предложил сделать из кухни русскую избушку. Мне кажется, все-таки нам сделают в каких-то таких оранжево-красных тонах. Не кажется? Нет. Что-то мы придем в какую-то оранжевую полу. Нет, нет, нет. Это будет вообще ужас. Хотелось бы теплоты. Такой вот, ну не яркой, но такой вот теплоты, так в природных тонах, может быть, каких-нибудь, деревянное, что-то такое. Вот это вот у нас бы устроило. Создаем с помощью моделирующей штукатурки и лисирующего лака Тициана нужную нам фактуру. Затем красим стены. Место под будущую картину покрываем интерьерной, а все остальные стены – моющейся краской Тициана. Стены, покрашенные моющейся краской, выдержат даже влажную уборку. Вместо карнизов мы используем так называемые полотенца. Они сделаны по проекту архитектора из сосновой доски. Узоры выполнялись лобзиком. Сажаем их на клей, дополнительно фиксируем пневмостеплером. Между стеной и деревянной резьбой остается зазор. Там мы разместим подсветку. Кроме того, у нас получился встроенный карниз для штор. Пора задуматься о мебели. Деревенский стиль может быть очень нарядным. И сегодня мы превратим обычные кухонные дверцы в настоящее произведение искусства. Я пригласила к нам в бюро Сергея Максютина, замечательного художника и моего друга. Для того, чтобы мы с ним расписали деревянные дверцы, которые потом станут нашими кухонными дверцами в кухне наших героев. Вот. Обзаводимся помаленько с Надюшей мебелью. Собственного производства. Ой, мы мастерующие вы, Ксанксаны. Сереж, вот с чего мы начинаем? Берем сначала вот такую вот простую досочку с филенками. Да, технически. Мы берем акриловые краски. Берем цвет, который вам больше не нравится. Мне, например, вот понравился вот этот серый цвет. Я его намешал. Потом берем кисточку. И потихонечку все равномерно. Акрыловые краски достаточно легко и свободно ложатся на любую поверхность практически. Мы вот так вот грунтуем доску. Но чтобы сейчас вас этим не утомлять, мы покажем вам то, что мы уже загрунтовали. По этой уже подготовленной дверце кухонного шкафа мы начинаем роспись. И делаем красную рамочку. Точно. Цвета брусники свежей. Абсолютно. И потом мы хотим показать, как можно сделать рисунок. Берется орнамент, который вы выбрали, и карандашом легко наносите. И потом вырезаете трафарет цветов, которые тоже будут брусничными красного цвета. А потом берем кисточку, а рука идет от края к центру, чтобы краска не забивалась под бумагу. И вот таким образом у нас образуются красные цветочки. Брусничные. Брусничные. А потом, когда они у нас готовы, мы можем еще третьим цветом краски нарисовать что-то еще. Сейчас мы вам с Сережей покажем. Эту уберем. Теперь покажем вам готовую дверцу. Вот это вот вариант готовой дверцы. Ну, посмотрите, какая красота. И вам приятно, и всем близким будет радостно. Далее в идеальном ремонте. И вот у нас есть все-таки эта печка, буржуйка. Как это все-таки можно поставить в квартире? Мы делаем ремонт для Юрия и Ольги Игнатовых. Много лет они прожили в деревне, и городская квартира кажется им неуютной. Архитектор предложил сделать из кухни настоящую русскую избушку. Интересно, стол нам сделают, нет? Стол должен быть большой. Ты думаешь? Да, обязательно, потому что мы говорили об этом, что у нас не меньше 10 человек собирается. Поэтому у нас должен быть стол большой. Во всяком случае, мы так говорили, давали понять. Большой обеденный стол будет. Мы его поставим в Эркере. Старый подоконник мы поменяли на новый, гораздо больший. И сейчас обшиваем стену под окнами. Так мы спрячем батареи. Устанавливаем доски с окошками. Отверстия нужны для того, чтобы свободно циркулировало тепло от батарей. Дай бог, что вот хотя бы какое-то напоминание о том, что все-таки вот из этой такой городской квартиры, типичной как бы для всех районов и для всех проектов, что-то такое привнести еще подобие деревенской жизни, вот эти наличники какие-то, там особая плитка с изразцами, так сказать, особая может быть какая-то, так сказать, вот доска, доска, дерево, настоящее дерево, может быть, фальш-дерево может быть, но все равно будет напоминать, например, глаз радовать. Поэтому я за это, за это. Александрийские двери выполнены из массива натурального дерева. Богатая фактура натурального ясеня станет настоящим украшением вашего дома. Александрийские двери – свидетели ваших побед. По задумке архитектора воссоздаем деревенский погребок. В этом деревянном коробе будет стоять холодильник. Кухня сделана из сосны. Все детали мы заказывали по мерке. Архитектор сам обработал доски щеткой, чтобы добиться эффекта состаренного дерева. Над фартуком несколько деревянных полок. Здесь должны поместиться все соленья Ольги. У стены, на которой нарисован пейзаж, с помощью клея и пневмостеплера мы устанавливаем заборчик. У нас получился настоящий полисадник. В молодости Ольга Игнатова вставала в 5 утра, чтобы растопить печь. Они жили в деревенском доме, и об удобствах можно было только мечтать. Но у нашей избушки современная начинка. Мы устанавливаем новую плиту и духовой шкаф. Раковина тоже современная. А вот лавки в деревенском стиле. За большим столом может поместиться много гостей. А еще мы поменяли всю электрическую проводку. Хозяева нас об этом просили особенно. Проводку мы не делали, да. Это проблема тоже с проводкой. Ну, желательно сделать такую, чтобы... Ну, ее надо как... На кухне влажность и... Ее же как-то прятать в стены надо там, ну... Ну, я не знаю, но профессионалы, наверное, сделают нам. А у нас электричество это 12. А после 12 электричество добрым людям ни в чем. Осталось установить вытяжку. Обратите внимание, что она тоже оформлена деревянными полотенцами. Кран в ретро-стиле. А еще мы собираемся подарить хозяевам печь. О ней поговорим подробнее. По плану у нас все прекрасно. Окно с эркером, стол большой, расписная стена. И вот у нас есть все-таки эта печка, буржуйка. Как это все-таки можно поставить в квартире? Мне кажется, нет проблем абсолютно никаких. Единственное, что это будет не газовая, а электрическая печь. Но мы можем также вставить туда... Гриль, например. Гриль для колбасок. Или тостер для хлеба. Это будет реальная часть. Эта буржуйка будет у нас реально работать. Функциональная часть. Очень оригинальная. И вообще с печкой связаны, знаете, вот теплота и все такое. Можно? Добрый вечер. Заменить там лампочку. Темно. Обязательно. И тут графина с водой нет. Обязательно. Печку... Ломать. Почему ломать? Белить. Белить. Вы просили ткани показать, я принесла. Смотрите, какие прекрасные на Руси, в России делали платки набивные. Вот просто с этими замечательными огурцами, как говорят по-русски. С огурцами? Они к нам из Индии пришли. Можем ли мы, например, взять такой современный платок Павлово-Пасадский и сделать, например, прекрасный какой-то светильник на потолке? А вот, хотела вам похвастать и показать. Смотрите, какие прекрасные. Это домотканный лен, который дома ткали. С вологодским кружевом, с чудесной вышивкой. А это все можно использовать для шторм, мне кажется. Саша, я хочу, чтобы у нас на окнах шторы были такие. И вы знаете, мне нравится, что все это белое, потому что белое, оно расширяет комнату. Борку. И цвет при этом не пострадает. Комната полностью покрашена в теплые тона. Возле рабочей зоны мы создали имитацию старых досок из фактурной штукатурки. А теперь займемся росписью стены. Начнем переносить контуры и рисунок на стенку. Для этого мы берем кисточку небольшую и не с сильной краской начинаем рисунок. Желательно располагать роспись так, чтобы уровень горизонта был на уровне человеческой глаз. Человеку это будет комфортно, если нет специальных задач. Художник использует акриловые краски. Они нетоксичны, разбавляются водой и быстро сохнут. Кроме того, после высыхания акрил образует прочную пленку, которая не боится воды и не выгорает. Такую стену можно мыть. Порядок работ здесь такой же, как и при создании обычной картины. Вначале создается так называемый подмалевок. Наносятся крупные пятна, распределяются основные цвета. Затем художник прорабатывает детали. Краски мы взяли неяркие. Именно спокойные тона характерны для русского пейзажа. И сейчас мы ставим последнюю, конечную, самую красивую точку. Как это приятно делать. Блик. Сегодня есть такая странная, почти незаметная тенденция к возвращению корням. Самое главное, нас может объединить только наша история, и не только история, а корневая история, откуда идут наши соки. Вот если мы поймем, что в соках заложено все, это как дерево. Мы же тоже как бы часть этой природы. Как дерево. Дерево, оно существует, оно дарит нам, весной дарит. Один цвет листьев, так сказать, в осень, другой цвет. Мы радуемся, глаз радуется. А корни подруби, этого ничего не будет. Кроме асфальта ничего нет. Понимаете, чем асфальт все увеличивает с каждым годом? По сантиметру, по три, по два. А чем больше асфальт, тем меньше вот этих живых ростков они пробивают. На сегодняшний день идет тенденция в строительстве. Больше, больше, чтобы было асфальта, больше домов. А в целом-то, в целом-то ничего не надо человеку. Вот она земля, вот вокруг смотришь, вот это дышит этим воздухом. И больше надо садов, больше парков создает. А делочные работы продолжаются. Окна в этой квартире новые, но подоконник мы поменяем. Кроме того, все пространство под окнами в Эркере будет облицовано деревом. Здесь будет обеденная зона. Вообще, в русском интерьере должно быть много натурального дерева. Скоро здесь будет настоящая русская избушка. Возможно, она заменит нашим героям загородный дом. Каждый человек мечтает о таком домике в деревне. Свою первую и любимую дачу вспоминает жена народного артиста России Михаила Танича. Первая была такой, ну типа сараюшки, домик летний. Зимой там жить было невозможно. Вот его я обожала, как может быть, ничто другое. Он был в глухом лесу. К нему никто не мог подойти. Я просто жила как человек в лесу. Деревья настолько меня слушались. Вот сказать, что животные нас понимают, это да. Но оказывается, все живое, любая трава, любой цветок тоже нас слышит, да понимает. Вот я столько там любви выливала на них, что деревья начали расти. Они в этот домик затянули крысы, дорогу к нему. Все было сплошная крыша из деревьев, из растущих. Сплошная крыша. Деревья выросли так, что закрыли горизонт. Небо, вот прям все было закрыто. Природа ничего лучше нет. Еще одна характерная черта – печь, украшенная израстцами. Сейчас мы как раз выкладываем плитку. Мы взяли израстцы 10 на 10 сантиметров. Белые и цветные. Укладываются они на клей. Швы затираются специальным составом. Так как у нас последний этаж, естественно, у нас были протечки, когда дожди шли особенно. Потолок пожелтевший. Не один раз. То есть приходили, косметически заделывали все это, но это все равно проявляется периодически. Были мысли даже поменять квартиру. Потому что это было не один раз. Потому что как-то не один раз. И, честно говоря, это уюта не создает. Вот хотелось бы, чтобы потолок у нас как бы не беспокоил нас. Поэтому это интересно, как разрешится эта проблема. А вот сейчас обсудим серьезный технологический вопрос. Все-таки у нас есть определенный бюджет. И нам надо понимать, что мы не все сможем сделать. Про крышу говорили. Нечем крыть. Драмку ткуста ридер. Пойдешь покупать. Да нет, они меры принимают. Я пригласила технолога Константина Жорина, который нам объяснит, с чем мы можем работать, что будет лучше для нас, в какой ситуации. Я предлагаю на потолок использовать настоящую, опять же, древесину. Ни в коем случае не использовать вагонку. Иначе мы добьемся эффекта в бане. Вот это пахнет гораздо лучше, чем... А это пахнет. Она пахнет деревом такая. Хотя кажется, на вид. На вид не самое красивое, но пахнет. Это и есть сосна. Обалденный материал. Сосна. И с него классно. Очень бюджетный вариант. На самом деле. И выглядит эффектно. И дешевле, чем вагонка. А это вот то, что может произойти с древесиной, если она влажная. А если мы выбираем вкусно пахнущую, простую сосновую доску, то как мы сможем ее обработать, для того, чтобы с ней не случилось... Есть очень много пропиток, антисептирующих добавек, противогрибковых. Мы обработаем древесину и подвесим ее на потолок. Но после того, как его покроют, я думаю, запах исчезнет все-таки сосновый. Или нет? Вы знаете, смотря чем покрывать. Можно покрывать маслами. Или же воском мы можем. Соответственно, да. Еще есть еще более бюджетный вариант взять необрезную доску. Потому что все-таки дерево, гидроскопичный материал, он как набирает влагу, так и отдает. И если вот то, что вы держите в руках, делать стык-стык при монтаже, то при высыхании древесины... Будет расходиться. Да. Здесь мы перехлестываем эти швы. Визуально это вообще не будет заметно. Ну, зимой тогда еще надо, ну, как бы сказать, немножечко увлажнять эту комнату, для того, чтобы она особо не рассыхалась. То есть уход за деревом должен быть определенный. Обязательно. Вешается на стену гидрометр и смотрится влажность в помещении. Так, поверьте мне, пожалуйста, там на стену гидрометр. Как видите, мы даже заспорили по поводу того, какой делать потолок. Чтобы вам не пришлось спорить внутри своей семьи, зайдите на сайт www.airimon.tv, и там будет много полезной для вас информации. Делаем потолок из сосновых досок. Архитектор обработал их металлическими щетками, чтобы возник эффект состаренного дерева. Красотой деревянных домов нельзя не восхищаться. Родный артист России Александр Михайлов тоже считает, что в доме должно быть натуральное дерево. Выставни, наличники, это же фантастика. Вот смотришь на дома, вот такие узоры, просто глаз оторвать невозможно. Откуда так фантазия работает? И таких домов много, и они есть, но они уходят. Вот уходят на эти небоскребы, уходят на эти нелепые совершенно здания, голые, облитые только стеклом, облепленные. Больше ничего. А вот в этой красоте есть тенденция к поселению, уход от города. Это и есть такое тенденция. Очень много сейчас родовых поместьй создаётся.